Здравствуйте, вы смотрите Аналитику на канале Витража о Вере в Красках. Полюбили Семену Шастацкому католике, то интервью пропагандистам из РИСУ доставать теперь видеоинтервью католику Сакину Аймурзаеву, который правда работает на прораскольничий ресурс. Очень интересно, когда в идеологическом противостоянии представители ПЦУ вводят в обиход ряд мифов, на которых строят свою пропаганду. Причем не просто так, а с желанием склонить на свою сторону, например, представителей власти, или уловить неокрепшие души, которые часто заражены болезнью национализма. Разговор католика и бывшего митрополита Украинской Православной Церкви начинается в епархиальном управлении, которое Шастацкий забрал у канонической церкви. Причем историю этого здания Симеон знает прекрасно. 1956 год. На той час это было поле, окраина Винницы, и тогда было выделено эту землю для того, чтобы сбудовать уже беспосреднее епархиальное управление. 1956 год. Сам Шастацкий на тот момент еще не родился. А епархиальное управление было построено на тот момент епархии Русской Православной Церкви, а потом, когда Украинская Православная Церковь получит право на самоуправление, то епархия стала уже УПЦ. И Шастацкий этого не отрицает. И, как вы понимаете, никогда до 2018 года данное епархиальное управление не принадлежало Раскольникам. Но что же произошло в 2018 году? И сейчас, когда вы перешли в Православную Церковь Украины, оно осталось за вами, это ваш офис, скажем. Ну так, по-свитски мы говорим, это офис. И никто не пытается у вас его отнять? Ну у нас идут на данный час судовые процессы, что стосуется собору и что стосуется епархиального управления. Вам не кажутся странными эти слова? Бывший митрополит ушел в раскол, но каким образом в раскол утащили здание епархиального управления, тогда как оно всегда принадлежало канонической церкви? Знаете, я оптимист и верю еще и в промыслительность Божию. Да что там говорить? Та аналитика прошлая, которая была посвящена Раскольнику Шастацкому, увидела свет, когда в храмах читались слова об искушении Христа. А тогда сам Семен рассказывал, как пытался властью, титулами искусить блаженнейшего. Но не вышло. И слава Богу, что не вышло. И вот верю и надеюсь, что все эти суды окончатся в пользу тех, кому на самом деле принадлежат и собор, и здание епархиального управления, то есть украинской православной церкви. Кстати, в своей беседе с католиком Аймурзаевым Семен ответил на вопрос, касающийся денег церкви. Ведь ни для кого не секрет, что одним из мифов, что, мол, все свои деньги УПЦ передавало в Москву, и как вообще такое может быть, все это использовалось для борьбы на идеологическом фронте, а также для обмана верующих. Так, знаете, в нас среди религиозных журналистов любили говорить, что Москва держит Украину из-за финансов, потому что очень мощная церковь, потому что огромное количество приходов в вашей епархии вообще была одна из самых крупных во всей церкви. С такими журналистами, как говорится, становится стыдно и за профессию, да и вообще за положение дел в медийном пространстве Украины. Ну, как говорится, что есть, то есть. Ну так все-таки да или нет? Не знаю, как вы, а мне кажется, что интервьюер смотрит на Шастацкого с определенной надеждой. Ну, снова же, тут будем казать, ризновекторный. Может, в плане финансового, то не дуже богатый, но, скажем, в Москву мы не отправляли, гроши там, податок мы не платили туда, но, вместе с этим, церковь поддержала в плане украинского. Не отправляли деньги? Налог не платила? Вот. Раскольник Шастацкий просто взял и разбил такой важный аргумент своих коллег-раскольников. И как они теперь будут с этим жить? Или все же он оставил немного интриги, мол, но все же церковь поддерживала украинское. Закрутил, так закрутил. Потому что все существовало предметов церковного житку. Это все, что используется в церкви, куповалось там, в Москве. Особенно дорогие, я кажу, эти речи, что существовало Христа, Панагии, Митра, Облачения. То есть у них была монополия? В принципе, ожидаемо. Понятное дело, речи Софрина. И как же тут не вставить слова о монополии? Спаршивые овцы, как говорится, но даже вместо клока шерсти вышло нечто иное. И даже представители раскольников, которые пробирали из Софрина, осуществляли там свои закупки. Так получается, что кричащие о страшной Москве униаты им подобные своими деньгами поддерживали Москву? Вот теперь и живите с этим. Я думаю, вы понимаете всю абсурдность этой ситуации, очередное действие, которое иначе, как промыслом божьим, не назовешь. Ведь все их аргументы тут же обратились против них. Не рой другому яму. Сам в нее угодишь, вот и угодили раскольники, их помощники, из католиков тех же, двумя ногами в эту самую яму. Но это еще не все. Понятное дело, что после епархиального управления, прогулки по улице, герои программы просто не могли пройти мимо собора. Того самого, который вместе с епархиальным управлением оказался аджатым, бывшим митрополитом ОПЦ. Это ваш кафедральный храм. Вы с ним вместе перешли в автокепальную церковь. Так, уже прямо на второй день. 15-го отбился собор. Да, я помню вашу проповедь. Я повернулся, а 16-го неделя была. И я объявил, что пусть мы переходим, ну, как переходим, а приедем, а встречаемся в Гославную Церковь Украины. И тогда храм зааплодовали. Вот что значит вы с ним вместе? Это что, чемодан? Собор не мог быть личным имуществом Шастацкого. Но, увы, его откровенная афера на тот момент удалась. Все документы были хитро состряпаны, но мы же знаем, что бог поругаем не бывает. И скажите, как они решали, переходят или нет? По громкости аплодисментов? Кто громче? Или один решил уйти в раскол и просто ушел вместе с имуществом, мол, некрасиво, с пустыми руками? Хотя самое настоящее преступление налицо, и он даже его не отрицает, жалуется на суды, но, коль мы живем в правовом государстве, по крайней мере, слышим такие заявления, то вопросы такого плана и должны решаться в судах. Занимательное интервью, просто с нетерпением жду следующих откровений, в каждом из которых, я уверен, мы увидим новые грани этих остапов-бендеров от религии. Жаль только, что веры в этом совсем не видно. Но надежда остается, быть может, после всего уверуют, заговорит в них совесть, тогда и об остальном можно будет поговорить. Остерегайтесь сомнительных собраний непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках. Не забудьте подписаться.